Всем привет! Меня зовут Николай Соколов, и в этом занятии мы с вами попробуем разобрать вот такой небольшой пассаж. Но не просто разобрать, а попробуем докопаться, почему он именно так строится и почему он именно так придуман. Но так как придумал его я, поэтому я буду говорить его именно так, как вот я думаю. Конечно, существует масса всевозможных правил и всяких разных там вкусов и еще прочих-прочих. Даже мне в инстаграме даже мне написали, что парень это типа не джазовый аккорд, ой, не джазовый пассаж, это что-то тут вообще такое. Но да, то есть джаза тоже масса всевозможного. Сму джаз, там бибоб, там много-много-много-много всего. Не будем перечислять, сейчас не об этом. Сейчас просто попробуем разобрать, на основе чего построен этот пассаж, почему так, по какому принципу. Поехали. Значит, смотрите. Во-первых, я сначала обыграл здесь терцию. То есть для того, чтобы встроить подобные пассажи, нам необходимо с вами понимать вообще, из чего состоит доминант септокорд. То есть в данном случае мы... То есть мы с вами обыгрываем именно доминант септокорд к соль мажору. Почему так получается? Потому что миксолидийский лад у нас с вами имеет пониженную седьмую ступень. Если мы с вами будем играть ре мажор миксолидийский... То есть у нас как раз будет получаться то, что седьмая ступень, она будет понижена. Это будет нота до. Так, обычный ре мажор у нас имеет стандартную форму. То есть там до диез, и до диез у нас получается анализ ре мажор. А так как мы этот до диез понизили, у нас получается до. И всего лишь один знак, фа диез. А где у нас фа диез один? В соль мажоре. Поэтому это у нас по идее доминанта к соль мажору. Вот в принципе вот такое правило. Ну я думаю, что люди, которые смотрят этот ролик, для них это в принципе понятно. Для тех, кого непонятно, можете записываться на уроке в скайпе. Мы там это все разберем. Ладно, небольшая реклама, тоже не помешает. Спонсор нашего выпуска. Итак, смотрите, получается, что мы с вами обыгрываем... Вернемся теперь, собственно, к самому пассажу и будем его с вами делать. Значит, у нас получается, мы обыгрываем с вами терцию аккорда полутонами. Вот мы ее обыграли. То есть опевание соседними звуками, хроматическими. Можно, конечно, это сделать и вот так. Это будет диатоническое опевание. То есть именно нотами в гамме, которые лежат в самой гамме. А это у нас такое тяготение. То есть здесь как раз получается еще и третья пониженная, то есть блюзовая ступень. Она дает такое интересное звучание. Так, ну поехали дальше. А то мы так на одном ходу с вами и не двинемся никуда дальше. Значит, вот мы сыграли, обыграли терцию. Пришли в тонику. И дальше от тоники начинаем просто выстраивать наш септаккорд по терциям. Вот мы сюда пришли с вами. То есть это получается обычный стандартный септаккорд. Вот он, сюда пришли в эту ноту. Это доминант сеп. Теперь дальше от него же, от этой ноты, выстраиваем по ноткам дальше, выстраиваем как поле аккорд. То есть по терциям мы выстроили с вами еще один ход. Вот. А теперь сюда мы приходим в ноту... Нам нужно прийти в итоге в ноту ре. Вот, я пришел сюда в ноту ре опеванием таким. То есть получается, что все малые терции мне очень нравится делать проходку по малым терциям. То есть если, например, я играю аккорд ре мажорный, доминант септ, ну, допустим, вообще не важно там, ре мажор там, еще что-то, можно что сделать? То есть какие-то такие ходы. То есть когда мы от одной терции до другой, ну, малой терции я имею в виду, идем, хроматизм. Очень интересно слушается. Я это очень часто использую, когда пишу подобные соло. Итак, значит, мы с вами пришли в ноту ре. Вот. От ноты ре мы сразу переходим с вами в ноту септ-аккорда. То есть это тут вообще никаких левых нот нет. Потом дальше снова показываем нашу терцию от ноты ми. Дальше мы что делаем? Возвращаемся по ноткам нашей гаммы. Ре мажорного миксолидийского лада. Вот у нас получается. И дальше я перехожу снова. То есть я пришел в терцию ре мажора. То есть у меня получается, я пришел от квинта, потом по нисходящему движению я спускаюсь к терции. И дальше прыгаю в ноту ре. То есть в принципе все те же самые ноты. Потом заново терцию играю. И пошел хроматизм. Вот такой ход у меня получается. То есть здесь у меня получилось так. Вот я пришел в терцию. Затем дальше по гамме играю. А вот теперь я играю, смотрите, что. Хроматизм. Хроматизм к ноте ре. То есть тем самым усилил ее звучание. То есть я пришел в нее. И далее что мы делаем? Дальше мы играем от ноты ре обыкновенный доминант септаккорда. То есть его именно структура септаккорда. Вот. Ну дальше просто для того, чтобы заполнить пространство, иногда просто надо поиграть нотки септаккорда. В этом ничего нет. Это интересно звучит и достаточно здорово слушается. То есть получается... По сути дела, что я сделал? Сыграл. Здесь у меня получается квинта, септима. Потом терция, квинта, тоника. Терция, септима, тоника. То есть здесь можно варьировать в любом варианте. Вообще как вам больше нравится. Вот. Но единственное, что в конце я уже добавил от септимы к тонике. Я пришел через хроматическую ноту, через проходящую ноту. Конечно, на ней останавливаться нежелательно. Потому что это будет... Ну это будет лажа. Просто... То есть еще какой-нибудь... То есть какой-нибудь аккорд еще при этом подчеркнуть. Вот. Но это если гармония меняется. То есть там да, там можно искать интересные ходы. Вот. Это будет так, ну, достаточно интересно слушаться. Вот. Но мы здесь ничего не меняем, поэтому идем. Вот заново мы пришли. От хроматизма мы пришли с вами. Дошли до ноты. До септимы. И далее переходим с вами на ноту рэ. Далее я играю в тональности соль мажор. Аккорды. Какие ноты ля минора? Ля до ми. То есть у меня получается наоборот я играю ми до ля. Потом дальше соль мажор. Проходящие аккорды я сыграл. Вот у меня получается ми до ля. Потом соль мажор. И после этого я доигрываю еще наш обычный с вами ре мажор. Все. То есть три аккорда. И получается. И на ре мажоре я опять ухожу в нашу септиму, чтобы подчеркнуть тем самым вот это тяготение вот этого септаккорда. То есть вот это вот прям звучание его. От ноты до теперь мы прыгаем сами. И играем дальше проходящие нотки. Вот и по гамме, по миксолидийскому ладу возвращаемся в тональность в нашу. И теперь переходим, нам же надо в тонику в итоге. И по хроматизму спускаемся в тонику. И получается. Идеальных пассажей конечно не бывает. То есть кому-то они нравятся, такие подобные вещи, кому-то не нравятся. То есть здесь уже вопрос вкуса. В этом ничего такого нет. То есть кому-то нравится, ставьте палец вверх. Кому не нравится, ставьте палец вниз. Ничего такого в этом нет. Пишите ваши комментарии. Будет интересно почитать вообще, что вы думаете по поводу таких пассажей. То есть как вы сами сочиняете, на что вы опираетесь. Что для вас главнее. Будет очень интересно. Спасибо за просмотр. Пока.